Пожалуйста. Если позволите, я буду очень кратко, потому что обычно очень интересно, когда какие-то торжественные слова говорят, открытия. Все это для меня тоже не в особенно приятно, скажу вам честно. Давайте просто поговорим и будем отвечать на вопросы те, которые вас интересуют. Я уже сегодня перед началом нашего вечера, какого вечера, отвечал на вопросы какие-то. Может быть, да, придется повториться. Ничего страшного, я понимаю. Но предугадываю ваш вопрос, почему, для чего и когда. Да. Значит, как говорила Татьяна, мы открылись и работаем 25 лет, и 25 лет это был тяжелый, действительно трудный путь, но очень приятный. Очень интересный, потому что мы встречаемся с такими людьми, с которыми, может быть, никто из нас за время своей жизни и не встретился. Это не только поэты, не только писатели, не только артисты, не только барды, с чего мы начинали и будем продолжать это. Но это и ученые, и публицисты, и журналисты, которых у нас очень много, потому что они интересные, им есть что сказать. И вот я со своей стороны могу обещать, и уже говорил об этом, что у нас будет все, кроме пошлости и бескультуры. Вот это мы гарантируем. Ну, бардовская песня – это поющаяся поэзия, и она всегда отличалась своей духовностью. Питер, Ленинград – это город, который в этом отношении, например, может быть, всей России. И традиции, которые здесь поддерживались многие столетия, даст Бог нам довести наше ближайшее время, чтобы он стал таким же популярным, каким он сейчас, не боюсь этого слова, в Москве. Вот и все, как коротко. Открываемся мы 3 октября. Начнутся постоянные концерты знаменитого нашего, я говорю не о себе, а о тех бардах, которые были в вечере, которые называются «Песни нашего века». Там собраны лучшие барды России в исполнении. Один из них – это Леонид Скромный, но его называют «Самый большой бард». Он тоже из этого же племени журналистов. Радио журналист, писатель, поэт, исполнитель. Разносторонний человек, я думаю, он будет. Спасибо, Александр Георгиевич. Я заготовил пламенную речь, но тут уже сказали все. Знаете, я как-то люблю судить дела, каких-то монументальных, может быть, и не очень, по деталям. Вот когда я сегодня подъезжал на такси к этому зданию, мне понравилось, что оно сразу бросается в глаза, своей свежестью, своим оригинальным внешним видом. Когда я зашел внутрь, мне понравилось тоже все очень. То, что здесь есть еще, я не знаю, господа журналисты еще не знакомились, ждут с внутренним убранством. Здесь есть второй этаж, где могут выступающие останавливаться и отдыхать. Все в одном месте, все в одном месте. Знаете, как такое настоящее гнездо, я бы сказал, дупло в хорошем смысле этого слова. Когда я еще узнал, что напротив, через долив, находятся знаменитые кресты, то я просто увидел некую уже функцию в существовании этого заведения. Что в хорошем, да, в хорошем, перспективно, не будем об этом, в хорошую погоду, может быть, ветер донесет до заплущих душ какие-то высокие поэтические образы, и кто знает, может, кто-то и вернется на путь истины. Во всяком случае, я искренне желаю развиваться, радоваться, радовать уши и сердца, и души всех, кто будет приходить сюда, к этому прекрасному заведению из Глухаря. Ну, Глухарь, птица интересная, очень много с Бардом, в нем нужно найти острый слух. Глухарь, когда атакует, на самом деле, когда за девушкой бегают, Барды тоже часто теряют какие-то обойденные вещи. Но песня Глухариная, в атаковании, она так же поразительная и интересная, как и Бардовские песни. И вы знаете, за что я хочу сказать отдельное спасибо Александру Георгиевичу, Павлу и всей команде Глухаря, этого бренда, за то, что достаточно непростое, нелегкое, что там говорят, тяжелое время, они шли к этому долго, трудно, набивали шишки, но они пришли к этому, и, наконец, они открывают это дело. И то, что достаточное количество прессы сегодня присутствует, наверное, за время пандемии, господи, журналисты тоже соскучились, да? Потому что онлайн ведь, ну, он и в Африке онлайн, но, как говорится, энергетика отсутствует и не наливает. В хорошем смысле смысловит. Я думаю, мы будем понимать друг друга, мы будем чувствовать друг друга, и это самое главное. Сейчас я хочу, чтобы я в слове Павел Горесько сказал, директор, можно уже сказать, бренда Глезда Глухаря. Здравствуйте, города! Всем добрый день! Ну, в принципе, уже все было сказано, я больше тогда, наверное, скажу по дальнейшим нашим планам. А 3 октября мы открываемся, концерты у нас будут регулярно, концерты будут разнообразные. Всех журналистов мы всегда будем рады видеть, обещаем вам всякие плюшки и скидки. Хотим, чтобы это стало для вас родным домом, чтобы вы у нас появлялись как можно чаще. Открыться мы должны были еще 28 марта, но по понятным причинам не открылись. Поэтому, наконец-то, в Питере все разрешили, и теперь у вас будет еще одно заведение, которое будет вас радовать. Ну, я думаю, лишних слов больше не надо. Я предлагаю переходить к программе, чтобы вы уже насладились хорошей музыкой. У нас для вас сегодня будут выступать шикарные и потрясающие артисты. И будет еще 3 видеообращения от тех, кто не смог сегодня присутствовать. Ну, а перед этим, может, какие-то вопросы есть у прессы? На вопросы с удовольствием ответим. Коллеги, пока есть возможность. Да, пожалуйста, представляемся, говорим из здания. Это, наверное, Бог во Всеволожске. Весь город Всеволожск. У нас живут барды. У нас есть свой фестиваль бартов. И Шушученко, если вы знаете, будет наш. Да, вы его знаете. У нас во Всеволожске живет. Очень интересуется. Хотелось бы спросить. Мы знаем бардов, как вот их типичный формат. Это возле костра, в лесу. Почему понадобилось имя? Не изменит ли это специфику бардов с райскурдом? Вот такой коллажный. Спасибо. Ну, мне кажется, что в Питере такая погода, что не всегда хорошо у костра в лесу. Поэтому иногда надо где-то собираться под крышей. И одно другое никак не исключает. Все наши барды участвуют и в фестивалях, и в различных заездах. И точно так же приезжают выступать у нас. Еще помните старые анекдоты, что компанию бардов выселили из гостиницы за то, что они пели песни вокруг костра в доме. Так что костюм можно и здесь развести при соответствующих нормах противопожарной безопасности. Понимаете, песни у костра — это песни у костра. Песни в бардках из Оглухаря — это песни. Те же самые песни. Но уже немножечко в другой обстановке. Может быть, меняется какой-то энергетический посыл. Но приходят люди, которые знают эти песни. Приходят люди, которые хотят общаться друг с другом. А это уже не важно. У кострали ты сидишь со своим единомышленником и слушаешь Ахуджабу. Или в прекрасной компании, в прекрасном помещении, где, я уверен, пройдет совершенно немного времени, и стены пропитаются, напитаются, и теперь будет напетое, наволенное место, как случилось с Гнездом в Москве. Если позволить, я еще два слова добавлю. Когда мы начинали в этом стареньком, так у нас был залитый водой подвальчики, собрались лучшие базы России. Да, это Олег Митяев, Леня, Никитин, Саша. Ну, в общем, все, кто Долина. И, наверное, Сережа Никитин наиболее такой лиричный из этих названных имен. Человек, который немножко усомнился. Говорит, а зачем вот это вот со столами все, какие-то еда, питье? Ну что, мы уже как-то все-таки выступаем перед людьми, которые... Я помню, я ему сказал, говорю, смотри, ты думаешь, что вилки, котлеты, все это несколько, ну, иной формат, да, несочетаемый. А когда ты пишешь песню свою или музыку просто сочиняешь, ты же сидишь в трусах на кухне, да? У тебя вполне возможно, что стоит чекушь. Ты пишешь, и жена тебя проклинает, потому что через каждые пять минут ты ее дергаешь и говорит, послушай. Так вот, если настоящая музыка, настоящая поэзия, то они возьмут, воткнут вилку в эту котлету и так и застынут. Зачем котлеты? Ну, я уже говорю, котлета не нужна. И у нас, почему мы это все соединили? Потому что прекрасные люди, прекрасные проекты, но они зависели от тех, кто сверху спустит, инвестиции сейчас называют. А тогда говорили спонсоры, а их найти как перванского разведчика в Москве. Очень непросто. А мы сами зарабатываем, и поэтому мы живем. Ну, в конце концов, у гостра не всегда поют. Там и тушеночка, и водочка. Да, да, да. Все бывает. Жизнь здесь, жизнь. Извините, пожалуйста, журнал «Город-812». Я все-таки продолжу мысль на коллеге, и выскажу ее более резко. Напротив, кроме крестов, которые закрыты, Достоин Сергеев, к сожалению, они переехали в Колкино. Почему к сожалению? Там еще концертный зал, где выступали все, практически все. Я их слушал, извините, и 40 лет назад, и даже побольше. Так вот, вопрос был вот о чем. Нет, концерт, когда буфет потом в Антракте, это одно. А концерт, когда, извините, вилка и котлета, это уже не бардовская песня. Вы меня простите, но это что-то другое. Совершенно с вами согласен. Но, когда идет концерт везде глухаря в Москве, котлеты и вилки молчат. Когда человек придет, и свою душу, и свою энергетику выплескивает в зал. А потом, в перерыве, пожалуйста. Так зачем тогда так морочиться? Может, сразу буфет в соседнем зале? Простите, вот если можно, возражу немножко. Хотя, интересно, может быть, спорить. За чего нам запоминаются какие-то даты? Почему мы свадьбы, юбилеи, под черешнями, под ришнями, где-то на Украине там часто было. Потому что собираются люди, которые приглашают друг друга, которым нравится, когда они сидят и поют. У нас атмосфера совсем другая, чем просто на банкетах или на концертах. Откровенность, искренность. Когда вас из зала, допустим, известного, литературоведа, господи, да, поправляют и говорят, а Пушкин не так писал. Это дорогого стоит. Понимаете, это люди, которые уже по духу, те же приходят. И их, оказывается, не так уж мало. А Куджава ошибался, что с его смертью им погибнет авторская песня. Пять с лишним миллионов человек прошли через наши залы. И это не только те, которые в Москве живут, но и приезжают. А это статистика. Давайте мы сделаем так. Мы не будем сейчас цепляться в дискуссию. Что можно говорить? Это вопрос. Я не имею права высказывать мнение. Нет, нет, нет. Мы не ответили, я понял. Безусловно. Давайте подождем. Через месяца два-три вы придете на концерт из-за глухаря, посмотрите, и потом будете иметь полное право встать, сказать, это не мой формат, здесь стучат вилками, я ухожу отсюда. И вы будете права послушать. Или вы скажете, вы знаете, я думал, что будет так, а мне нравится, здесь хорошо, здесь атмосфера. Вот тогда это будет уже как бы предмет для разговора конкретного. Правильно? 25 лет существования гнезда в Москве, я все-таки доказываю, что это очень интересный формат и очень душу. У меня интересует, кто первый будет выступать в этом зале, в октябре. И не только в День Агурите, но несколько дней подряд, чтобы пригласить. Отвечу я на этот вопрос. Ну, песня «Наша века» понятна, а дальше у нас выступают и те, кто здесь присутствует. И у Левни будет концерт, и у Андрея Косинского будет концерт. И к Черенцову к нам приедет обязательно. А так полную программу вы сможете смотреть на сайте. Завтра мы там все обновим и анонсируем. Мы предполагаем, что первый месяц мы будем делать 3-4 концерта в неделю, потом будем увеличивать их количество. И в итоге в сезон, так же, как и в Москве, у нас концерты будут каждый день, а в выходные два раза в день. Дневные мероприятия и вечерние. Коллеги, есть ли еще вопросы? У меня практический вопрос. Скажите, пожалуйста, вход в бар будет платным? Если концерт, то надо купить билет и купить его на сайте, или прийти здесь купить. Вот эту просветите. И еще второй вопрос. Какая будет кухня? Вы говорили о котлетах. Так вот, в каком стиле какая кухня? Вот поподробнее. Спасибо. Значит, у нас бывает два типа мероприятия. Это платные и бесплатные. Например, в Москве мы проводим регулярно, каждый месяц, встречу блокадников, которые живут в Москве. Это абсолютно бесплатное мероприятие. Периодически мы проводим презентации книг, встречи с писателями тоже бесплатные. Но большинство мероприятий, естественно, они по билетам. Цена билета варьируется от 800 рублей до нескольких тысяч рублей, в зависимости от исполнителя. Про кухню. А, про кухню. Кухня русская, европейская. Ну, то есть, бургеров и суш у нас здесь не будет. А шаверма? Ну, не знаю. Это тоже мне... Это питерская такая мода. Нет, у нас моды такой нет. Мы как раз хотим борщ и русскую... Так вот, у нас не будет шаверма. Хорошо. Коллеги, да. Мы не дискуссируем, мы задаем вопросы. Если есть еще какие-то вопросы, прошу, давайте два последних зададим. Или мы уже перейдем к другой части. А потом вы сможете тет-а-тет пообщаться с нашими замечательными сегодня спикерами и узнать все вопросы еще, которые у вас родятся во время охотничества. Давайте последним дадим. Наталья Морозова, Носковский профессионал из Петербурга. Я хотела бы узнать, а как авторы, барды, исполнители отреагировали... То есть, вы же наверняка предупреждали, что, ребят, у нас такое событие 3 октября. Как они отреагировали на открытие гнезда глухолявка в Петербурге? Ну, насколько я знаю, барды затаились. То есть, в хорошем смысле этого слова они ждут. То, что приедет уже состав из песен нашего века, говорит, о многом. Понимаете, когда открывается новая точка на карте каждого автор-исполнителя, это всегда прекрасно. Когда открывается такая точка уже с именем, уже с историей. И в городе, где, я вас уверяю, каждый из тех, кто будет выступать везде, в Лухарях, в Питере, бывал неоднократно еще и в Ленинграде. Господи, несколько десятилетий уже длится наша любовь к этому городу. Вот. И то, что мы будем встречаться здесь, ну, не знаю, но это прекрасно. Это прекрасно. И все ждут этого момента. Вот со своими друзьями я разговаривал. С удовольствием приедут, будут петь и будут встречаться со своими питерскими друзьями. Это же самое главное общение. А питерские друзья будут встречаться со своими питерскими друзьями? Конечно. Вот сегодня у нас такая не очень большая, но достаточно емкая будет культурная программа. И здесь питерские базы тоже будут принимать участие безусловно. Один не питерский, это я только. А все остальные питерские. Тогда давайте, так как есть еще видеообращение, давайте перейдем к той части, когда мы сможем увидеть прекрасных наших людей, в том числе и петербурцев, и перейдем уже непосредственно к концертной части. Дорогие друзья, те, кто... Мы узнали все юридическую долю? Да, конечно. У меня осталось немного на ножку к поэзии и песне. Открывается Мездом Бахаряра в Питере, в Санкт-Петербурге. Для всех нас родном, необыкновенном, красивейшем городе. Открывается это чудо в наши дни. И при том, что в Питере столь много своей поэзии всегда было, она растворена в воздухе, она в реке и в архитектуре. Ну и мы немножко хотим добавить, если получится. Если получится, приходите в наше Гнездо Бахаряр в Питере. Мы открываемся и будем стараться какую-то старинную традицию верности стихам провести с собой, пока мы есть. Пока мы есть, приходите. До встречи. Дорогие друзья, дорогие зрители, участие в выступлении славного Гнездо Бухаряр. Я хочу поздравлять с начала нового нашего сезона, который в абсолютной аттенцией данных условий все-таки начинается. Не только в Москве, но и в Петербурге. И я хочу пожелать всем участникам этих встреч добрым и здоровья, прежде всего. Потому что мы с вами должны пережить этот проклятый коронавирус, что инсиграция наших любимых Гнездо не квадратных и остальных, сквозных, соблюдая огромную дистанцию с соседями, а так, как только в старые времена. Я думаю, что мы этим обязательно переживем, потому что сейчас все нас как будто разъединяет, даже коронавирус.